Улжас Сулейменов Улжас Сулейменов Сулейменовских сюжетов. С другой стороны, именно эти художественные детали помогают нам понять о том, что в стихах этого поэта, созданных при помощи средств и приемов поэтического русского языка, внутреннее содержание составляет ментальное сознание казаха. Общеизвестно, что для лирики этого русскоязычного казахского поэта характерно объемное и цветное видение мира. Удивительное сюрреалистическое чувство, пространство и перспективы. Яркая империалистическая живопись слова, пластика и щедрая звукозапись. При этом Улжас Сулейменов предельно внимателен к деталям, которые придают всему сюжету необходимое звучание. И темой моего доклада, то есть корпусом, является рассмотрение этих художественных своеобразных деталей в его стихотворении «Хрипло поет старик». Хотела бы зачитать, если разрешите. «Хрипло поет о любви старик, почесывая домбру. К юрте присланина чаша пик, усталый скуластый круг. Трется об юрту пыльный ишак, кони легают псов. Люди покрикивают в такт грустных кипчакских слов. Мясо остыло, серый айран, в чашах цветных уснул. Блеет в предчувствии пара баран, завтра проспит аул». То есть в этом стихотворении мы можем увидеть, что все прозрачно. Вечер в степи, который готовится ко сну. Это старик после трудового дня, несмотря на усталость свою, наслаждает слух своих сородичьей песней. И в этом ритме жизни песня звучит о любви. Казахи, несмотря на суровое время, об этом нам говорит этнографическая деталь чаша пик, способны наслаждаться искусством. Устраивать праздник для души. Тюркские слова в русском тексте создают неповторимую мелодию стиха. Казахскую, неторопливую, размеренную, как сами казахи, которые живут в гармонии с природой. Говоря вам простым языком, что я хотела рассмотреть в этом докладе, и какие образы и стороны в поэзии Улжаса Сулейменова. Я хотела донести в своей научной работе о том, что, несмотря на то, что Улжас Сулейменов пишет на русском языке, он смог передать всю казахскую ментальность и самобытность. То есть он не отходил от темы своего народа. И этот быт у Улжаса Сулейменова проявлялся по-разному. Через необычное сочетание тюркизмов и исконно русских слов, через восточные ассоциации. И, конечно же, через эти стихотворения мы можем понять, что именно писателем этого стихотворения является казах по происхождению. И завершая свое выступление, я бы хотела сказать, что в свое время Анинский писал об Улжасе Сулейменов следующим образом. Улжас Сулейменов, хоть и пишет по-русски, поэт подчеркнутой национальной складки. Он казах во всем. От метафор, навеянных степным пейзажем, до основной мысли его высших раздумий. О том, что внесет Азия в грядущее мировое содружество. Благодарю за внимание.